Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Алла Воронкова и сегодня у нас с вами занятие по йоге будет. Для занятия вам понадобится коврик и любая удобная одежда, которая не стесняет движений. В принципе, без коврика тоже можно обойтись, просто обеспечьте себе небольшое свободное пространство. И мы встаем, ставим стопы вместе, плотно прижимаем их к полу от пяточки до носочков и подтягиваемся макушкой вверх, выпрямляя позвоночник. Глаза можно закрыть, внимание мы переключаем внутрь на ощущения в теле. Сделайте глубокий вдох, выдох. Пробегите вниманием от пяточек до макушки. Почувствуйте свои стопы, почувствуйте активность в мышцах ног, спины. И почувствуйте, как макушка тянется вверх, вытягивая позвоночник. И соединяем ладошки перед грудью, настраиваемся на практику. Стараемся сохранять внимание в теле, не отвлекаясь на мысли, на внешние какие-то раздражители. Сегодня наше занятие будет посвящено укреплению иммунитета. Сейчас это очень важно. Сильный иммунитет способен справиться с любыми проблемами и не допустить никакие вирусы в ваше тело. Со вдохом поднимаем руки вверх, потянулись и развели их на ширину плеч, опустили плечи вниз, освободили шею. И остаемся в этом положении, дышим. Спокойный вдох, выдох. Отпускаем с выдохом все напряжение. С каждым вдохом представляем, как вы вырастаете вверх на несколько сантиметров. С каждым выдохом расслабляем мышцы. Асана помогает улучшать осанку, укрепляет мышцы спины, рук, плечи. Помогает внимание переключить внутрь, в тело. Успокаиваем мысли. Отпускаем, пусть они вам где-то на заднем фоне. Все внимание направили на ощущения в теле. И со вдохом соединяем ладошки над головой, с выдохом медленно, плавно опускаем их перед грудью. И опустили ручки вниз, расслабили мышцы, сделали глубокий вдох, выдох. И послушали ощущения в теле. И дальше мы с вами сделаем дыхание капула-бхати. Дыхание капула-бхати помогает очищать сосуды, нашу сосудистую систему и активизирует всю капиллярную сеть. В теле помогает подготовить ваше тело к дальнейшим асанам. Сейчас мы будем делать выдох через нос, втягивая живот в себя. То есть мы стенку живота втягиваем в себя. И у нас за счет этого получается выдох через нос. При этом руки ничего не делают. Мы просто фиксируем движение живота. Работает пресс. И все тело расслаблено. То есть лицо ничего не напрягает. Все расслаблено. Пробуем. На выдохе. С отдохом поднимаемся. С выдохом наклон назад. Задержка на выдохе. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Наклон вправо. Задержка дыхания. На выдохе. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Наклон влево. Задержка на выдохе. С отдохом выпрямляемся. И повторяем еще круг. Выдох. Наклон вперед. Задержка. Вдох. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Назад. Задержка. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Вправо. Задержка дыхания. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Влево. Задержка на выдохе. Вдох. Выпрямляемся. И последний, третий круг. Выдох. Наклон вперед. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Назад. Вдох. Вдох. Поднимаемся. Выдох вправо. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Влево. Вдох, поднимаемся, выдох, опустили ручки и послушали ощущения в теле, сделали глубокий вдох, выдох, понаблюдали, что изменилось, что вы чувствуете в области почек, надпочечников, в области поясницы. И теперь соединяем ножки вместе и делаем шаг вправо, правой ногой примерно полметра между стопами расстояния, правую ладошку кладем на бедро, с вдохом поднимаем левую руку вверх, потянулись и с выдохом делаем наклон вправо, позвоночек за позвонком и останавливайтесь там, где почувствовали приятное вытяжение в левой половинке тела, там остановились, дышим, расслабляем мышцы.